Приложение номер 5 Пищевые добавки и способы приготовления пищи Ознакомившись с питанием супердолгожителей, мы пришли к выводу, что огромное значение в нашем питании играет два фактора Выбор здоровой пищи, удовлетворяющий запросам конкретного организма, то есть учитывание иньянь и уравновешивание жизненных принципов ДОЖ И способы кулинарной обработки, максимально щадящие все живые элементы Первое. Диетические блюда Бирхер Беннера Первое. Яблочное кушание Берем 1-3 размельченных яблока, 1-2 столовые ложки размягченных хлопьев овса, сок половины лимона, 1 столовая ложка сгущенного молока, пчелиного меда или фруктового желе, что-то одно из трех Смешать и есть в сыром виде Второе. Кушание из яблок и моркови 1-3 измельченных яблока, 1-2 столовые ложки размягченных хлопьев овса 1-2 столовые ложки тертой моркови, сок половины лимона, можно заменить натуральным яблочным уксусом Это примечание мое 1 столовая ложка сгущенного молока, а лучше меда 1-2 столовые ложки тертого миндаля Смешать и есть в сыром виде Вместо яблок можно использовать чернослив Третье. Кушание из чернослива 200-300 граммов размягченного и освобожденного от косточек чернослива 1-2 столовые ложки размягченных овсяных хлопьев Сок поллимона 1 столовая ложка сгущенного молока Перемешать и есть в сыром виде Четвертое. Кушание из ягод 200-300 грамм раздавленных ягод Черника, малина, ежевика, земляника 1-2 столовые ложки размягченных овсяных хлопьев Сок поллимона 1 столовая ложка сгущенного молока Перемешать и есть в сыром виде Смесь должна быть приготовлена незадолго до приема пищи При приготовлении нужно предварительно тщательно мешая Соединить размягченные злаки со сгущенным молоком и лимонным соком А затем уже добавлять туда яблоки и все вместе перемешивать 2-е. Пивные дрожжи Дрожжи микроскопически одноклетные, бесхлорофильные растительные организмы Принадлежащие к классу грибов Ферменты, содержащиеся в дрожжах, ускоряют сбраживание или окисление различного рода органических соединений, преимущественно углеводов В клетках дрожжей накапливаются различные запасные вещества Полисахарид, гликоген, фосфорное соединение валютин, комплекс рибонакулиновой кислоты и полифосфатов Жиры и липоиды, эргостерин, провитамин, витамина D Большинство дрожжей особенно хорошо размножаются в кислых средах PH от 5,4 до 5,8 При температуре 25-28 градусов Цельсия Источником азотистого питания дрожжей служат аммонийные соли В некоторых случаях нитраты, аминокислоты, пептоны Белок дрожжей содержит все важнейшие аминокислоты Клетки дрожжей синтезируют в значительных количествах Нуклеиновые кислоты, пуриновые и перемединовые основания, а также богаты витаминами Поэтому дрожжи могут применяться как ценный питательный продукт Дополнительный источник высокоценного белка, витаминов группы B и D, минеральных веществ Дрожжи являются важнейшим источником витамина D Содержание его в дрожжах достигает от 0,6 до 2% сухого остатка Поэтому дрожжи широко используют витаминной промышленности для производства препарата витамина D В состав жира дрожжей входит пальмитиновая 75% и стериновая 25% кислоты Для усиления белкового и витаминного питания рекомендуется следующее количество дрожжей в сутки Сухие до 25 грамм Прессованные до 100 грамм Дрожжевая паста до 50 грамм Питьевые до полулитра Питьевые дрожжи в Великую Отечественную войну готовились из пшеничной или ржаной муки 16 килограмм муки на 100 килограмм питьевых дрожжей Это напиток приятного вкуса и запаха Содержание сухих веществ в питьевых дрожжах 13-15% Кислотность от 6 до 8 градусов Вкус должен быть свежий, специфически дрожжевой, с небольшой горечью, которая стимулирует ватадошу Но не кислый, цвет дрожжей, желтовато-серый Приготовление дрожжевого напитка Продукты на одну порцию Вода 300 грамм Хлеб черный 15 грамм Дрожжи пекарские прессованные 50 грамм Способ приготовления Хлеб нарезать и подсушить до подрумянивания Сухари заливают кипящей водой и настаивают 3 часа Настой процеживают 45 грамм дрожжей Разводят готовым настоем Ставят на плиту и доводят до температуры 70 градусов Цельсия После чего смесь охлаждает до комнатной температуры Добавляют 5 граммов дрожжей И оставляют стоять в теплом месте 8 часов В готовый напиток добавляют сахар или мед по вкусу Если есть возможность, лучше использовать пивные дрожжи Они даже имеют свои преимущества перед вышеописанными Лечебное применение пивных дрожжей Они назначаются внутрь при различных инфекционных заболеваниях В фурункулезе, сахарном диабете, болезнях кожи, желудочно-кишечных заболеваниях А также с целью дезинфекции влагалища Установлено, что жидкие пивные дрожжи Являются сильным возбудителем секреции желез желудка Улучшают поджелудочную секрецию и секреции кишечных желез Улучшается всасывательная способность тонкого кишечника Пивные дрожжи, химический состав в процентах сухого вещества Белковые вещества 51-58 Жир 2-3 Углеводы 25-30 Зола 8,1-9,1 Содержание в пивных дрожжах витаминов группы В в миллиграммах на 1 грамм сухого вещества Б1 от 60 до 125 Б2 от 21 до 80 ПП 150-830 Б6 25-40 Фолиевая кислота 19-22 Пантатиновая кислота 42-200 Биотин 0,8 Применение дрожжей показано при лечении больных, которые нуждаются в повышенном введении полноценного белка и витаминов группы В Заболевания желудочно-кишечного тракта Язвенная болезнь Гастрит Колит Энтероколит Понижение тонуса органов желудочно-кишечного тракта И угнетение секреции пищеварительных желез То есть это идеальный продукт для стимуляции доши пита Огня пищеварения Благоприятное воздействие пивных дрожжей Улучшение аппетита и самочувствия Прибавка в весе Нормализация секреции желудка Улучшение моторной функции желудочно-кишечного тракта То есть это дошавата стимулируется Повышение их тонуса Симптомы непереносимости дрожжей Отрыжка Появление чувства тяжести в подложечной области Вздутие живота Иногда понос Чтобы этого не было Надо сначала укрепить пищеварительный тракт Соками овощей А затем натощак утром понемногу кушать пивные дрожжи После приема пивных дрожжей Кушать только тогда, когда появится чувство голода При несоблюдении этих условий возникает их непереносимость Противопоказания Болезнь почек, подагра и так далее От себя замечу, что если почки в норме То дрожжи наоборот поддерживают их Моча намного лучше фильтруется после приема пивных дрожжей Третье продукты пчеловодства Первое мед О ценности этого продукта и применении его с супердолгожителями мы уже знаем Внешний мед похож на сироп Извлеченный из сот, он скоро начинает кристаллизоваться Чем меньше в меде воды, тем он гуще Мед, содержащий больше фруктозы, более жидкий А падевый мед, содержащий много сахарозы, более густой Чем меньше в меде фруктозы, тем более длительное время он остается жидким Но если мед кристаллизуется, это свидетельствует о его доброкачественности 1 литр меда весит около 1 килограмма 420 граммов При температуре выше 40 градусов Цельсия мед теряет свои свойства Хранить мед необходимо в герметически закрытом отцвета сосуде Здесь сохраняются ароматические вещества и не портятся ферменты При температуре от 5 до 10 градусов Цельсия Долгое хранение меда вредит его качеству Уменьшается энзиматическая активность Учеными, например, Младенов, болгарский ученый Было установлено, что в меде сохраняются пищевые и лечебные свойства растений С которых он собран Каждый сорт меда имеет свои лечебные свойства При заболеваниях дыхательных путей рекомендуется горный мед Мед с душицей, тимьяном, липой При заболеваниях пищеварительного и кишечного аппаратов степной С мятой, тимьяном и душицей При сердечных болезнях с лавандой, мятой степной и лесной Самый лучший мед при почечных болезнях Каштановый, с разнотравья полевого и плодовых культур Итак, лечебная ценность меда заключается в ряде факторов Первое. Природой сахаров усваиваются без предварительной обработки лучше прочих продуктов Второе. Наличие пыльцы и маточного молока в меде, несмотря на их гомеопатические дозы Третье. Воздействие антибиотика из тела пчелы К тому же антибактериальные свойства меда объясняются тем, что в водорастворимой части меда находится фермент ингибин С помощью которого происходит окисление глюкозы в глюкороновую кислоту с одновременным выделением перекиси водорода Который губительно действует на микроорганизмы Четвертое. В меде обнаружены почти все микроэлементы Пятое. Мед стимулирует сердечные мышцы, предохраняет печень, действует как послабляющее и мочегонное средство Влияет противовоспалительно на слизистую оболочку желудка и кишечника Все эти качества ставят мед в особое положение Мед это концентрат солнечных лучей, дающих нам энергию и долголетие Поэтому употребляйте его регулярно, но в соответствии с вашими жизненными принципами Второе. Маточкино молоко Это секрет глоточных и частично верхнечелюстных желез молодых рабочих пчел в возрасте от 5 до 14 дней Внешне оно напоминает желеобразную массу молочного цвета Очень сильно подавляет инфекции Как уже указывалось, благодаря особым свойствам маточкиного молочка Жизнь пчелиной матки длится в 60 раз дольше, чем обычной пчелы Состав маточкиного молочка Вода 24,5% Общий азот 4,58% Общий протеин 30,62% Общая сера 0,38% Общий фосфор 0,67% Зола 2,34% Декстроза 11,4% Сахароза 3,35% Эфирные вытяжки 15,22% Помимо этого, в маточкином молочке были обнаружены витамины Витамины В1, В2, В3, В6, В12 Фолиевая кислота, ПП, АЖ Нуклиновые кислоты, РНК и ДНК Биостимуляторы Наличие гамма-глобулина объясняет противовирусный, противомикробный и антитоксический эффект Там есть аминокислота, являющаяся одним из основных компонентов коллагена Коллаген – это соединительная ткань организма, на которую крепятся все рабочие клетки От качества этой ткани в основном и зависит наше здоровье и долголетие К такому выводу пришли Ламберти и Конехо, проводившие специальные исследования Ввиду труднодоступности маточкиного молочка, применяется крайне редко Третье – прополис Это продукт растительного происхождения, вырабатывается самой пчелой Слово прополис происходит от древнегреческого «про» спереди и «полис» крепость-город Он имеет двоякое происхождение Является смолистым остатком от первичной фазы переваривания пыльцы И второе – собирается пчелами с почек деревьев, тополя, ольхи и других По своей консистенции он представляет собой смолу, состоящую из множества различных веществ Смол и бальзамов прополисы около 55% Воска – 30% Эфирных масел – 10% Цветочной пыльцы – 5% Эти компоненты богаты витаминами и микроэлементами Смолистые и бальзамические вещества прополиса Содержат коричневый спирт, коричневую кислоту, дубильные вещества Десятки полезных веществ содержит цветочная пыльца Обнаружен секрет слюных желез пчел Вкус прополиса горький, стимулирует дошу вата Запах сладковатый Пчела собирает прополис с 10 до 16 часов Прополис предохраняет пчелиную семью от вирусов и бактерий Раствор сухого прополиса в воде и полоскание им горла уничтожает воспаление Если использовать для глаз, уничтожает конъюнктивы Применяют полоскание при болезнях уха, носа, а также заболеваниях, вызванных вирусами и бактериями в области головы Прополис способен повышать комплементарную активность сыворотки крови и содержание гамма-глобулинов Анистижирующее действие прополиса не выступает кокаину и новокаину Прополис, добавляемый к пище, дает хорошие результаты при поражениях мочевого аппарата Оказывает воздействие на баланс гормонов Применяется при хронических желудочных заболеваниях и воспалениях почек Вот интересный пример применения прополиса Один больной после операции принимал прополис и поправился на 20 кг Через полгода перестал принимать Через 7-8 месяцев вновь заболел Злокачественное воспаление поджелудочной железы Лечился безрезультатно Начал снова принимать прополис Здоровье восстановилось Теперь ест и пьет все В профилактических целях ежедневно принимает с пищи по пол ложечки прополиса Сразу видно, что этот больной удачно стал стимулировать прополисом Свою наислабейшую до шупита ответственную за пищеварение Ну и естественно подавил разного рода бактерии, которые вызывали воспаление Способ применения Прополис хоть и безвредное вещество, но очень сильное Слишком большие дозы могут привести к раздражению полости рта Поэтому лучше постепенно привыкать к нему в течение 3-4 дней Ежедневный прием от 1 до 3 грамм Чем лучше его пережевывать, тем лучшим и скорым будет результат Не менее важно, чтобы и потребление прополиса после достижения лечебного эффекта Постепенно сокращалось в течение 8-14 дней При заражении мочевых путей, почек, таза, простаты, гениталий Прием в пищу от 5 до 10 грамм приводит к излечению Тертый прополис используется при парадонтозе на ночь 4. Пыльца Это очень ценная пищевая добавка, снабжающая организм естественными витаминами и минеральными элементами Химический состав пыльцы по лува и кайасу Вода от 3 до 4% Восстановленный сахар 20-40% Невосстановленный сахар от 0 до 20% Жиры от 1 до 20% Белки 11-35% Аминокислоты 10-45% Зола 1-4% Витамины все группы Антибиотик наличествует Фактор роста имеется Аминокислоты, содержащиеся в пыльце в процентах Аргинин от 4,4 до 5,7% Гестидин от 2 до 3,5% Изолейцин от 4,5 до 5,8% Лецитин от 6,7 до 5,8% Лизин от 5,9 до 7% Метионин от 1,7 до 2,4% Фенилаланин 3,7-4,4% Трианин 2,3-4% Триптофан 1,2-1,6% Валин 5,5-6% Витамины и гормоны, содержащиеся в пыльце в миллиграммах Тиамин от 5,75 до 10,8% Рибофлавин 16,3-19,2% Меоцин 98-210% Перидоксин от 0 до 9% Пантатиновая кислота от 3 до 51% Биотин от 0,1 до 0,25% Фолиевая кислота от 3,4 до 6,8% Лотофлавин от 0,2 до 1,7% Витамин А Наличие каротиноидов Структуры провитамина А без пигментов Витамин В2 16,3-19,2% Витамин С 152-640% Витамин Д 0,2-0,6% Витамин Е 0,1-0,32% Игазитол 40 Игазитол 30-40% Витамин В12 и факторы роста Согласно исследованию Григориану с сотрудниками В пыльце обнаружено 27 элементов Натрий, калий, никель, титан, ванадий, хром, фосфор, циркон, берил, бор, цинк, свинец, серебро Мышьяк, олово, галлия, стронций, барий, уран, кремний, алюминий, магний, марганец, молебден, медь, кальций, железо Часто пыльца имеет горький вкус, стимулирует дошу вата Влияние пыльцы на человеческий организм многообразно А. Регулирует кишечные функции больных с запорами или хронической диареей, то есть поносом В. В случае анемии быстро повышает количество гемоглобина В. Вызывает быстрое прибавление в весе и способствует выздоровлению больных Г. Благоприятно действует на нервную систему, особенно в случае депрессии и бессонницы Является важным эйфорическим средством Д. Обладает антибактериальными свойствами и особенно полезна при лечении колитов с аномалиями кишечной флоры Прием доз зависит от самочувствия и степени здоровья больных и здоровых людей Рекомендуют от 2,5 граммов в день до 20 граммов в некоторых случаях Четвертое. Приготовление зерна Общее правило для приготовления каш из любых круп следующее Предварительно замочить крупу на 2-3 часа Затем воду слить и варить только в воде В основном стараться довести до кипения и после этого снять с огня И хорошо укутать для упаривания Затем по вкусу добавить масло, подсладить Вот подсладить это нежелательно Или подсолить, что также не совсем желательно Но лучше чем подсладить Можно делать каши на отварах трав Это придает им особо пикантный вкус и целебность С этой целью крупу желательно мочить в течение 12 часов Затем в полотняный мешочек, а можно и без него Заваривают травы, воду сливают, а отвар доливают к крупе Доводят до кипения и оставляют настаиваться в укутанном виде Затем добавляют масло и так далее по вкусу Можно после того, как крупа готова Сделать на сковородке поджарку Лук, морковь или еще что-нибудь Поджарка готовится до исчезновения горечи лука Все это поджаривается на растительном масле В готовую поджарку, а ее может быть много Добавить кашу и хорошенько перемешать Включить огонь и дать немного остыть Принимать в теплом виде Очень полезно для лиц с возбужденной дошей капха Распаренное зерно Можно взять любое цельное зерно Но в основном применяется пшеница Стакан зерна, предварительно тщательно промытого Засыпать в термос Залить 3-4 стаканами крутого кипятка Воду лучше брать дистиллированную И настаивать не менее 3-4 часов Затем воду слить Высыпать зерно в тарелку По вкусу добавить масло Или всевозможных специй И кушать после салата Это блюдо очень полезно людям С преобладающей дошавата Если нет термоса То все это можно проделать в обычной банке Только укутайте ее поплотнее И поместите в целлофановый пакет Этот вид приготовления не требует особых усилий Особенно, когда утром есть не хочется То берете баночку с собой и кушаете на работе Когда появляется чувство голода Замоченное цельное пшеничное зерно Зерна моют и заливают холодной водой так, чтобы вода их покрывала Через 24 часа лишнюю воду сливают А зерна ставят в холодильник Приготовленные таким образом их можно употреблять в течение 3-4 дней Перед употреблением их можно слегка подогреть Добавить вышеуказанное, как к распаренному зерну и есть Вариант Зерна заливают холодной водой и держат только ночь Утром их можно есть Приготовленные таким образом пшеничные зерна Рекомендуется для взрослых и детей со здоровыми зубами Такие зерна возбуждают вкусовые нервы Способствуют образованию слюны Возбуждают всю пищеварительную систему И облегчают дефекацию Поглощая яды в кишках А также оказывая бактерицидное действие Проросшее пшеничное зерно О том, как быстро, много и без хлопот приготовить проросшую пшеницу Смотрите мои видео на канале YouTube Плейлист «Целебная кулинария» Кратко вымыли зерна граммов 300 Положили его в глубокую чашку и залили полностью водой Ночь настояли, зерно набухло Утром слили воду и оставили день стоять при комнатной температуре Помешивая руками в течение дня К вечеру она обычно прорастает Ставите в холодильник и берете ежедневно для приготовления пищи Так можно хранить зерно до двух недель При длине выростка от 1 до 1,5 мм Отмечается максимальная биологическая ценность зерна Приготовленные таким образом зерна богаты витаминами Особенно группы В и Е Ферментами, микроэлементами Они содержатся в оболочке К тому же при переваривании белков пшеницы Образуются особые вещества эндорфины Все эти вещества необходимы для построения клеток человеческого тела И укрепления психики Вот интересная выдержка из доклада врача йога госпожи Шмидт Проводимая в течение 20 лет Большая экспериментальная работа Полностью подтверждает эффективность Стимулирующего действия проросшей пшеницы Этого природного эликсира жизни На координацию развития человеческого организма В любом возрасте На регулирование и восстановление жизненно важных процессов На оптимизацию обмена веществ И стабилизацию нервной системы Во многих случаях при введении в рацион проросших зерен Результаты лечения ряда серьезных заболеваний Превзошли все ожидания Причем попутно восстанавливалась острота зрения Координация движений Цвет и густота волосяного покрова головы Укреплялись зубы и так далее По моим наблюдениям У людей любого возраста Уже через 1-2 недели Наступало явное улучшение состояния здоровья А затем происходило полное исцеление Следует отметить, что при этом наблюдалась практически полная Невосприимчивость к простудным заболеваниям Интересно отметить параллель со статьей Владимира Логовского За секретом Гогулы Журнал «Природа и человек» номер 3 за 1989 год В ней говорится об обновляющем материале Животных зародышевых клетках Которые вводят в организм посредством операции Мы же вводим растительные зародышевые клетки Естественным путем через рот В обоих случаях эффект на лицо Проросшие зерна становятся мягкими Как будто они распарены Крахмал в них превращается в солодовый сахар А это облегчение пищеварения на целую ступень Ведь мы вначале крахмал должны превратить в сахар Поэтому проросшие зерна Самое лучшее для пищеварения И наиболее сильны целительно Из всех других зерновых блюд Особенно рекомендуется тем У кого уменьшено выделение слюны Проросшие зерна пшеницы Сильнейший стимулятор Доши Капха Вот еще несколько рецептов Особенно ценных блюд из проросшего зерна Приготовление лечебных каш и киселя Следует проводить следующим образом За 12-24 часа до приготовления блюда Из проросшего зерна Из расчета 50-100 граммов на человека Его проращивают вышеуказанным способом Затем промывают и пропускают через мясорубку После этого добавляют мед по вкусу Масло и другие специи В зависимости от того, сколько добавлено Получается каша или кисель Кипятить ни кашу, ни кисель Недопустимо Пшенично-растительная смесь Мною разработан уникальный По целительной силе рецепт Пшенично-растительной смеси А. Проросшее зерно перемолоть на мясорубке Перемолоть свежую морковку Можно использовать выжимки от соковыжималки Свеклу, корень сельдерея Адуванчика, пастернака, петрушки И много других съедобных культурных И дикорастущих растений Употребляемых в пищу Все это тщательно перемешивается между собой И перемолотым проросшим зерном Добавляется немного меду В качестве консерванта В зависимости от компонентов Вкус смеси меняется в широких пределах Что позволяет избирательно влиять на доши Меняя растения и подбирая их С учетом ваших заболеваний Вы можете целенаправленно воздействовать На их скорейшее исцеление Например, если использовать корень и зелень Адуванчика С перемолотыми зернами пшеницы То эта смесь способствует Скорейшему восстановлению От физических нагрузок Тонизирует весь организм Если использовать петрушку, морковь и зерна То вы будете оздоравливать почки И так далее Особенно полезна эта смесь зимой И ранней весной В этот период перемолотому проросшему зерну Полезно добавлять размоченные сухофрукты Абрикосы, яблоки, груши, изюм А также морковь, свеклу и другие травы Вкус получается очень интересный, своеобразный Насыщаемость такой смесью довольно велика Многие становятся сытыми от 3-5 ложек Б. Смесь приготовляется подобным же образом Но только вместо меда берется масло Масло рекомендуется использовать Для получения несладких смесей В этом случае используются горькие травы Вяжущие и так далее Обе разновидности смеси Можно приготовлять раз в неделю И кушать по мере надобности По крайней мере неделю-две Она остается такой же целебной Я брал ее на работу и завтракал, обедал Когда появлялось чувство голода На себе и на других замечено Что улучшается пищеварение Эвакуаторная функция кишечника Повышается работоспособность и потенция Паста из дикорастущих съедобных трав Беру травы Крапива Лист одуванчика Подорожник Клевер Мать и мачеха Манжетка Спорыш Листья и цветы липы Листья березы И малины А также и другие Чем больше, тем лучше К этому прибавить Немножечко веточек Черемухи Она придаст запах миндаля Все это промыть Пропустить через мясорубку Отзывы врачей-ученых О данной работе Воистину удивительный мир Увлеченных людей Мне как врачу Особенно интересны люди С одной стороны далекие от медицины С другой активно Вмешивающиеся в нее Подвергая сомнению Устоявшиеся догмы В этом отношении Интересен регион Ростовской области Порфирий Иванов Своими 12 заповедями Увлек тысячи людей Надежда Семенова Пропагандирует здоровый образ жизни В основе которого Лежит раздельное питание Противоречащее тому Что декларируется Институтом питания Академии Министерства наук СССР Творит чудеса Хотя эти чудеса Взяты от природы И наконец Геннадий Малахов С помощью естественных методов Делающих больных людей Здоровыми Вышедшая недавно Его первая книга Целительные силы Достойна того Чтобы рекомендовать ее В качестве методического пособия Для врачей Различного профиля Восхищает то Что не будучи врачом Малахов Геннадий Практически без погрешности Излагает физиологию Патологию Желудочно-кишечного тракта И дает практические рекомендации Без которых больной Человек не может быть здоровым Вполне вероятно Что подобная книга Может встретить Отрицательную реакцию О официальной медицине Но будем надеяться Что перестроечный механизм В конце концов Заставит методы И средства народной медицины Как можно быстрее Внедрить в жизнь В этом залог Более успешного решения Проблемы оздоровления Населения страны Доктор медицинских наук Лауреат государственной премии Заслуженный изобретатель РСФСР Иван Неумывакин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин